Большая часть вопросов связаны с коммунальным хозяйством, в том числе с ремонтом дорог и освещением. Там же, в Благовещенской, районные электросети меняли опоры и провода на улице Приморской. Сняли старые светильники, новые еще не установили. Глава города поручил довести дело до конца, а также выехать в хутор Роза-Люксембург, где часть улиц не освещается. Вообще, у нас электропередача, она гнилая, это еще 60-е годы. Не сделали через 350 метров, а 400 метров вообще у нас фонарей нет. Это не жалоба, это просто проза. Вы можете, тем поможете. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо вам за позицию. Хочу сказать, позиция правильная и хорошо, что они доносят все эти моменты. Вот это надо выстраивать такой график на весь муниципалитет и потихоньку все это делать. Улицу рабочие в селе Витязева продлят асфальтом более чем на километр. Вместе с тем местные жители жалуются на площадку, назначение которой непонятно. Лишь грязь по окрестностям. Они привозят, высыпают там, как перевалочная база, понимаете? Высыпят, привезли где-то деньги, им заплатили. Потом погрузили, увезли это все. И там вот эти горы всего наварено, насыпано. Естественно, под шумок туда и мусор там с обратной стороны. Можете посмотреть там. Ну давайте, хорошо, хорошо, приедем, а посмотрим, что это там за перевалочная база у вас образовалась. Спасибо, Юрий Федорович. Ну вам спасибо. А этот котлован создает неудобства для жителей двора в районе бульвара Евскина. Строительство магазина начали в 2007 году, однако грянул кризис. Проект заморозили, договор аренды истек, но через суд получено право собственности на незавершенный объект. Разбирательства продолжаются, местные жители уже обращались во все возможные инстанции. Собственника вызвать, пусть разбирается со своей землей там. Ну вызовите, пусть разбирается. Ну вот мы его и обяжем, чтобы он разбирался. Либо пусть достраивает. А достраивать он не может там. Не может же это все длиться, а длится 11-й год. Председатель общества инвалидов Станицы Гостогаевская, Любовь Нехорошкова, просит, чтобы врач-невропатолог работал у них на полную ставку. А не по 2-3 часа в день, как сейчас, потому что образуется очередь. А ездить на прием в город пожилым людям тяжело. По словам главы города, вопрос уже на контроле у администрации, потому что население Станицы непрерывно растет. Ответы получат все позвонившие. По словам главы муниципалитета, обратную связь с населением необходимо держать постоянно. Для этого приемы граждан и такие прямые линии будут проводить чаще, насколько это возможно. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.